Как будут решаться проблемы с детских садов в Красноярске, какие новые развязки появятся в городе, как будут контролировать подрядчиков и владельцев временных сооружений. Эти и другие вопросы сегодня на сессии поднимали депутаты, чего уже удалось добиться. В минувшем году в докладе озвучил глава города. Подробности в сюжете далее. Одной из самых острых тем оставалась тема взаимодействия с управляющими компаниями, взаимодействия жителей с управляющими компаниями, которые, управляющие компаниями, зачастую относятся к содержанию общедомового имущества как личной вочине. 40% из 70 тысяч обращений граждан в администрацию в минувшем году – это жалобы на коммунальные услуги. Необходимо отремонтировать дворы и устранить аварии. Призваны решать все эти проблемы с этого года отдел муниципального контроля и общественный совет по ЖКХ. Главным итогом прошлого года в части содержания и ремонта дорог глава отметил выработку контроля за деятельностью подрядных организаций. За работами на улицах Тотмина и Высотной следил не только муниципалитет, но и жители города. А теперь технологию внедрят по всему Красноярску. Так 10 подрядных организаций попали в черный список. Главным же дорожным объектом в нынешнем году станет улица Молокова. Ее будут капиталить. Отдельно глава затронул проблему ветхого жилья и сказал, что решить ее только с помощью бюджета города нельзя. В этой связи в городе ведется работа по подготовке норм внедрения в практику схемы развития застроенных территорий. В ближайшее время будут объявлены торги на проведение работ по новой схеме в районе улиц Щерса, Кутузова, Ладоке, Цхавели, в жилом районе Николаевка. Безусловно, пилотная схема будет использована и для обновления других территорий города. Детские сады также были в приоритете в 2013 году. Глава сообщил, что очередь дошкольных учреждений снизилась более чем в два раза. Председатель городского совета отметил, что доклад мэра города был хорошо проработан и затрагивал все системы жизнеобеспечения граждан. Они адресовали эти вопросы главе, но и, откровенно говоря, я видел, что на большинство вопросов даны те ответы, которые удовлетворили депутатов той стадии решения, которая имеет место быть. Повысить качество электроснабжения города пассажирских перевозок задачи на ближайшие годы. Для этого, по словам мэра, нужна взаимная ответственность власти и подрядчиков перед горожанами. Глава подчеркнул, что администрация готова всемирно отстаивать интересы красноярцев. Ангелина Селина, Александр Сагайдак. Новости ТВК.